Всем привет, мои хорошие, спасибо, что заглянули на мой канал. Я сегодня проснулась в 6, я сейчас не понимаю нафига. Я проснулась, смотрю, ни одна доставка не работает, холодильники тоже пусто. Решила снять бумажное видео, обнаружила, что темно. Действительно, солнышко еще не выглянуло, поэтому свет получится не особо такой классный, хотя можно включить искусственное освещение, но тогда мне результат не очень нравится. И вот сейчас я думаю, что же делать, вот встала я в 6, а дальше что? Раньше не получалось встать, а теперь получилось, но я не знаю, что делать дальше. Я искупалась, сейчас хочу сделать ногти или накраситься и снять мукбанг из того, что есть дома. Надо приготовить из того, что есть или сходить в магаз. А я сегодня хочу снять видео, которое я оставлю на запас, то есть это видео выйдет в конце ноября, когда приедет моя сестренка и мне будет не до видео. Надо где-то снять 10 видео и оставить, поэтому, наверное, на канале будут видео выходить пореже. Но это не значит, что я обленилась и не снимаю контент. Дело в том, что я снимаю, но просто оставляю этот материал на дальнейшее. И как только я начинаю краситься, абсолютно на добровольной основе приходит твикс и вот так вот ложится на меня. Это так мило, я обожаю, когда котики ласковые. Ласковый, усатый мальчик. Я все-таки решила снять бумажное видео. Сделала очень крутую коллекцию. Обязательно оставлю ссылочку. Переходите и смотрите мое новое видео. Вот так вот оно выглядит. Сейчас пакетики покажу вам. Вчера есть вечер. Старалась, рисовала. Это вот такие палетки от Makeup Revolution. Кто любит косметоз, тот знает. Вот такие вот пакетики. Здесь всего 6 пакетиков. Они вот так вот открываются. То есть здесь сюрприз и вот здесь сюрприз. И вот последний. Видите, авокадо. Хотя внутри здесь наклеек очень много, но я решила сделать всего 6 пакетиков. Да-да-да. Я сняла видео и вот столько у нас мусора получилось. Так жалко на самом деле. Я столько сил трачу, чтобы рисовать эти пакетики. А потом рву и выбрасываю. Одно время я хотела делать простые пакетики, но так неинтересно. Так видео набирает мало просмотров. Поэтому приходится рисовать, а потом выбрасывать. Вот такой пластырь мы распаковали. Кстати, я ссылку оставлю на это видео. И сегодня уже в срочном порядке. Нужно переделывать ноготочки. Уже посмотрите, все развалилось в ужасном состоянии. Плюс еще в субботу нас пригласили на свадьбу. И вот с таким маникюрчиком как-то несерьезно идти на свадьбу. Надо что-то сделать такое классическое, красное. Да, точно, сделаю красные ноготочки. Я думаю, может быть, взять вот этот красный цвет. Он невероятно богато, классно смотрится. И на одном ноготочке сделать вот такие блестки. Будет очень даже классно. Или просто сделать все ногти красным. Еще вот такие блестки у меня есть. Эти, кстати, оттенки я ни разу не делала себе. Один раз маме делала. Но для начала надо снять старое покрытие. Это, правда, я вам показываю промежуточный результат. Я долго думала оставить квадрат или сделать все-таки такие овальные. И решила все-таки сделать овал. Красные ноготочки будут смотреться просто топчик. Вот. Я пока что не допилила до конца, но мне уже нравится, как это все дело смотрится. Вот такой вот чистый маникюрчик у меня получился. Кстати, девчонки, советую вам всегда, не в зависимости от длины, обязательно укреплять ногти гелем. Я это делаю и сегодня, и вообще даже если ногти короткие, когда маме делала совсем коротенькие, тоже укрепляла. И сейчас я тоже буду это делать. У меня гель уже заканчивается. Он такой самый обычный от Рунейл. Вот в таком оттенке. Очень красиво. Ну что, а вот и наш прекрасный результат. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Получилось все быстро. Потратила всего 2 часа своего времени и готовые ноготочки. Красота. Просто красные, классика. А еще мне надо пойти купить себе туфли, потому что 22 числа мы идем на свадьбу. И еще верхнюю какую-то одежду надо купить. Хотя такая погода вообще грустная. Никуда не хочется выходить из дома, но, пожалуй, надо. На улице, кстати, моросил дождик, но это меня не остановило. Любовалась своими ноготочками прекрасной погоды и пошла покупать себе туфельки. Первые туфельки, которые мне сразу очень понравились, стоили они 65 монат, замшевые, с вот таким вот бантиком. Подруга тоже однозначно их заценила, и я побежала их мерить. Как оказалось, 37-й мне велики, а 36-й жмут. Обычно в магазинах можно заказать 36,5, но у нас в магазинах такое очень редко встречается. В общем, у этих туфелек была ужасно неудобная колодка, поэтому пришлось отказаться. Вообще, хочу отметить, что в большинстве магазинов нету туфель. Все уже перешли на кроссовки, на сапоги. Туфли редко где есть. Манго, например, не было. В Страдивариусе, в Нью-Йорке нигде нету туфель. А если даже они где-то есть, это какие-то летние модели по скидке, супер большие размеры, 40-41. Вообще, в этот раз весь процесс шоппинга я снимать не стала, показала только некоторые моменты. В общем, очень долго я искала, реально, где только я не была. Так, что насчет покупок. Купила себе вот такую вот сумку-клач. Я думаю, на свадьбу будет самое то. Сомневалась между другими моделями. Кстати, не засняла вам, между какими я сомневалась. Клач очень хорошего качества. Посмотрите, какой он классный. Смотрится дорого, богато. Вот здесь такой ремешочек интересный. Не могу сказать, что сильно вместительный, но мне кажется, на свадьбу самое то. Совсем с большой сумкой переться на свадьбу как-то не то. Так интересно он открывается. Здесь внутри, кстати, кожа. Так. Вот так вот. Правда, вам не очень видно. Но он очень круто сделан. Мне нравится. В общем, такое приобретение. Я думаю, что его можно и на повседневку, и на свадьбу. Я хотела именно такой. Чтобы не то, что один раз поносила, и все будет лежать в шкафу. Чтобы использовать постоянно. А обувь я взяла недорогую. Ну как, относительно недорогую, так скажем. Потому что обувь на каблуке я ношу крайне редко. Очень редко. Вот такие вот туфельки. Самые обычные. Здесь такие небольшие стразы. По идее, надо было взять туфли тоже лаковые. Там были, кстати, такие. Чтобы под сумочку хорошо сочеталось. В общем-то, лаковые смотрелись как-то дешево. Поэтому взяла в дейте. Обычные лодочки. Здесь устойчивый такой каблучок. Размер у меня... Какой у меня размер? 30... 37. Стандартно. 37. Померила еще 36. 36 немножко мне был маловат. А 37 чуть-чуть большой. Я решила взять 37. Пусть лучше будет немножко большеват, чем будут натирать. Вот такие вот приобретения. Кстати, насчет платья. Решила остановиться на вот этом платье. Мне оно очень нравится. Очень классный материал. И оно длинное до пола. С каблуками будет самое то. Надеюсь, в нем будет не жарко хотя бы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.